Мучитель из Большой Елховки, скрывавшийся от правосудия, задержан сотрудниками полиции. 45-летний житель Лямберского района находился в федеральном розыске за избиение, угрозу убийством, незаконное лишение свободы и другие преступления с применением насилия. Сотрудники полиции установили, что мужчина несколько лет жил вместе с женщиной из Московской области, при этом избивал ее, угрожал убийством, а осенью 2021 года связал и держал так какое-то время. По словам женщины, уехать она не могла из-за отсутствия денег. О противоправных действиях участковому полномоченному полиции стало известно в ходе проводимых профилактических мероприятий на территории обслуживаемого административного участка. В отношении мужчин органами дознания ММО и МВД России Лямберский было возбуждено уголовное дело. В последующие материалы были направлены в региональное управление Следственного комитета. Однако на заседание суда мужчина не приходил и его объявили в розыск. Утром 27 января его задержали у первополномоченные в доме родственников в поселке Николаевка. В настоящий момент в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У гражданина Армении в Саранске полицейские изъяли синтетический наркотик. Информация о том, что 53-летний мужчина, временно зарегистрированный в столице Мордовии, может хранить запрещенное вещество, поступила сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД в результате оперативных мероприятий. Вечером 18 января около одного из домов по Лямберскому шоссе сотрудники ДПС остановили автомобиль Рено Сандера. В салоне в качестве пассажира находился подозреваемый. Сверток с запрещенным веществом был спрятан в брючине у мужчины, который передвигается на костылях из-за ампутированной конечности. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством. Метадон массой 25,57 грамма. Со слов мужчины, наркотики он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного потребления. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Житель Саранска осужден за хранение более полукилограмма марихуаны. В сентябре в результате оперативных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД поступила информация о том, что житель городского округа может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Полицейские осмотрели дом 40-летнего мужчины и на чердаке в корыте обнаружили стебли растения, а также измельченное вещество со специфическим запахом, рассыпанное на железном поддоне. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством марихуана, общим весом 566 граммов. По словам мужчины, коноплю он заметил на одном из полей и решил воспользоваться для личного потребления. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Двое жителей Ордатовского района обворовывали односельчан. 19 и 22-летние жители поселка Октябрьский признаны виновными в кражах. Следствием установлено, что в ночь на 18 июня старший товарищ украл из вольеров 9 кроликов, хотя продать их не смог, как планировал, так как животные сбежали с его двора. Ущерб владельцу составил 5,5 тысяч рублей. До этого молодой человек украл у приятеля во время застолья банковскую карту и потратил 6,5 тысяч рублей. А вот с соседскими колесами на литых дисках в одиночку не справился. Своровать их помог 19-летний знакомый. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Похищенные подельники продали жителю соседнего региона за незначительную сумму. Полицейские автомобильные колеса изъяли. Осужденные полностью признали свою вину. Приговором суда, в зависимости от роли каждого, одного из фигурантов назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с удовольствием в исправительной колонии общего режима, второй осужден на два года лишения свободы в колонии поселения. Продажа аккаунта в игре «Стратегия» обернулась для жителя Зубовой поляны потерей денег. Мошенники обманули 25-летнего дорожного рабочего. Он рассказал полицейским, что в онлайн-чате стратегической игры незнакомый пользователь захотел приобрести его аккаунт за 22 тысячи рублей. После этого незнакомец предложил продолжить переписку в одном из мессенджеров. Там они обсудили условия покупки. Затем к общению присоединилась третья участница, выступающая гарантом при продаже аккаунта. Потом девушка сказала, что на ее счет поступили деньги от покупателя. Но перевести их продавцу она не может, так как установлен лимит. Чтобы его преодолеть, нужно перечислить ей 5 тысяч рублей, что и сделал житель Зубовой поляны. А после неизвестные добавили его в черный список и перестали выходить на связь. В настоящий момент осуществляются мероприятия, направленные на розыск лиц причастных к мошенничеству. Стали известны подробности аварии, которая произошла в Краснослободском районе 26 января. В 9 часов утра на 8-м километре автодороги Краснослободск-Темников столкнулись Ниссан Тиана и Богдан 2110. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 38-летняя женщина-водитель. По информации госавтоинспекции, она на высокой скорости не удержала машину на своей полосе и выехала навстречу, где и произошло столкновение с автомобилем «Богдан», которым управлял 68-летний мужчина. Серьезные травмы получили водитель и 40-летний пассажир «Десятки». Они госпитализированы. В ГИБДД отметили, что пострадавший водитель не был пристегнут ремнем безопасности, а водитель Ниссана лишена права управления. В тот же день в Зубово-Полянском районе около 3-х часов дня с дороги слетела «Лада Приора». 43-летний водитель не справился с управлением. В итоге машина, съехав с дороги, врезалась в световую опору. Водитель получил множественные травмы. Он госпитализирован. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok